Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Сергей Вадимович, уважаемый Евгений Максимович, уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья. Сегодня мы собрались по очень торжественному поводу для вручения диплома почетного доктора Дипломатической Академии Сергею Вадимовичу Степашину, председателю счетной палаты Российской Федерации. В этом году соответствующее решение было принято ученым советом Дипломатической Академии 28 июня сего года. И при этом мы руководствовались рядом соображений или обстоятельств. Во-первых, мы учитывали то, что Сергей Вадимович является одним из самых опытных и уважаемых государственных, политических и общественных деятелей современной России. Во-вторых, мы приняли в внимание то обстоятельство, что на протяжении последних десятилетий Сергей Вадимович вносит существенный вклад в укрепление международных позиций нашего государства. В-третьих, и это тоже очень важно, мы учли то обстоятельство, что Сергей Вадимович обладает очень высокими моральными качествами. Вот у китайцев в их конфуцианской философии есть понятие «благородный муж». Это человек, который нашел замечательную жену, воспитал прекрасных детей, который корректен с коллегами, который снисходителен к подчиненным, исправедлив к подчиненным, который уважает всех, который упорно трудится, который предан государственным интересам, постоянно совершенствует свои знания и достиг высших уровней в той профессии, которой он посвятил свою жизнь. Вот все эти качества, безусловно, с точки зрения нашего ученого совета, пришлось и Сергею Вадимовичу. Именно поэтому, наверное, он достиг таких успехов в жизни и пользуется уважением в нашем обществе. Четвертое обстоятельство, которое мы не могли не учесть, это то, что под руководством Сергея Вадимовича счетная палата тесно сотрудничает с дипломатической академией. За последние четыре года счетная палата дважды нас проверяла. И хотя это звучит сурово, проверка, на самом деле эти проверки были организованы по просьбе дипломатической академии и по просьбе нашего учредителя, Министерства иностранных дел. И нам эти проверки были очень нужны, потому что, как вы все знаете, российская система образования проходит через процесс реформирования, и мы должны реформироваться в рамках этой образовательной системы. И нам очень важно было разобраться в том, что мы делаем неправильно, какие у нас резервы есть для улучшения работы, каким путем нам двигаться, какую выработать стратегию. Вот эти проверки, которые проводились очень тщательно, но объективно, они помогли нам понять ситуацию, в которой мы находимся. И мы планируем и дальше сотрудничать со счетной палатой, уже, наверное, не в формате проверок, а на других поприщах. Вот, в частности, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы превратить Академию в центр по подготовке международных аудиторов, не только отечественных, но и зарубежных. И, насколько мы понимаем, наш учредитель Министерства иностранных дел нас поддерживает в этом начинании. Если это получится, это, конечно, будет настоящий прорыв в нашей работе, в работе дипломатической Академии. Ну и, наконец, пятое обстоятельство, которое, естественно, мы принимали во внимание, когда вынесли это решение о присвоении звания почетного доктора дипакадемии Сергея Вадимовича, то, что Сергей Вадимович большой ученый, профессор, доктор юридических наук, автор фундаментальных трудов по юриспреденции, по финансово-экономическим вопросам, хозяйственным вопросам и по политологии. Недавно вышла очередная статья Сергея Вадимовича в независимой газете о судьбах России, которая обратила наше внимание. И я должен сказать, что все труды Сергея Вадимовича нами тщательно изучаются и используются в нашем научном и образовательном процессе. Некоторые из этих трудов выставлены в фойе перед входом в этот зал. Почему мы так интересуемся научной деятельностью Сергея Вадимовича? Потому что наука – это наша специальность. Мы обязаны заниматься наукой в соответствии с законом об образовании. И наука – это тоже сложная специальность. Я думаю, с этим все согласятся. Ученых не только хвалят, не только дают им премии, но часто их третируют. И так было всегда в истории человечества. Если мы с вами вспомним, в III веке до н.э. по приказу китайского императора Син Шу Хуанди все книги конфуцианские были сожжены, а все ученые конфуцианцы были закопаны живыми в землю. И такие безобразия продолжались все века. В XX веке Гитлер сжигал научные книги, а один из китайских руководителей во время культурной революции называл ученых ползучими гадами и призывал добить конфуция, как крысу, перебегающую дорогу. И вот такие безобразия в отношении ученых, может быть, не в таком же форме, но продолжают, мы с вами знаем, часто иметь дело. И это иногда серьезно, иногда менее серьезно. Но вот я на днях встретил слова одного вице-президента Соединенных Штатов, который сказал, что ученый это человек, который не в состоянии даже как следует запарковать свой велосипед. А один мой знакомый из, так сказать, новых русских на днях мне тоже сказал, что вот, знаешь, ученый – это человек, который очень много учился для того, чтобы очень мало зарабатывать. Мы и сами любим друг над другом подшучивать. Вот у меня был научный руководитель в молодости, который всегда говорил, товарищи, мы очень много пишем, и это хорошо, но очень мало читаем друг друга, вот это плохо. Другой был научный руководитель, я к нему обратился, говорю, страдаю бессонницей. Он мне говорит, а ты читай мои книги, это лучшее средство, от бессонницы сразу заснешь. Но, тем не менее, вот несмотря на все эти и нападки, и шутки, и потрунивания друг над другом, мы верим, мы оптимисты, мы считаем, что наше дело правое, что бы мы ни написали, обязательно кому-нибудь понравится. И еще, почему мы любим науку и занимаемся ей, потому что наукой можно заниматься бесконечно. Вот если бы мы здесь были спортсмены, футболисты, скажем, в гип-академии, то, наверное, большинство из нас уже повесило бутсы на гвоздь. А наукой можно заниматься бесконечно долго. Мы в год пропускаем примерно 40 книг, и из них более 20 готовятся людьми, которым за 60 лет, некоторым далеко за 60 лет. То есть они продолжают находиться, если не в хорошей спортивной, то в хорошей научной форме. И я это говорю к тому, что желая Сергею Владимировичу продолжать добиваться успехов на поприще государственной службы, мы в то же время надеемся, что Сергей Владимирович будет продолжать заниматься наукой и радовать нас все новыми, новыми произведениями. И в заключение я хочу сказать, что учредитель гип-академии Министерства иностранных дел, руководство Министерства иностранных дел поддержало решение нашего ученого совета. И в этой связи я хотел бы предоставить слово нашему министру Сергею Викторовичу, но перед тем, как я это сделал, еще одно замечание. Сергей Викторович сам выпустил недавно фундаментальный труд между прошлым и будущим. Мы заказали 100 экземпляров этой книги, оказалось мало, спрос превышает предложение. Мы закажем еще, и это книга о современных международных отношениях, о российской внешней политике, поэтому нам очень приятно, что наш министр, несмотря на свою фантастическую занятость, тоже находит время для того, чтобы заниматься наукой. А сейчас я хотел бы Сергею Викторовичу попросить сказать несколько слов. Спасибо, Евгений Петрович, уважаемый Сергей Вадимович, уважаемый Евгений Максимович, уважаемые коллеги, друзья, ваше превосходительство, дамы и господа. Повод сегодняшнего нашего собрания весьма приятный. Присвоение Сергея Вадимовича Степашину звание почетный доктор Дипломатической Академии Министерства иностранных дел России. И думаю, что нет необходимости чересчур подробно представлять лауреата, но все же несколько слов скажу. С начала 90-х годов прошлого века Сергей Вадимович буквально находится в гуще политической и общественной жизни нашей страны. Он внес неоценимый вклад в формирование новых рамок функционирования федеральных органов внутренних дел, службы безопасности, юридической системы новой России и контрольно-ревизионных механизмов нашей страны. Он не понаслышке знакомый с нашей профессией, с профессией дипломатов, потому что его дипломатические качества закалку и в полной мере проявились, когда в 87-90-х годах прошлого века он выполнял миссии в горячих точках нашей страны и в Баку, и в Фергане, в Нагорном Карабахе, в Сухуми, когда еще страна была единой. И эти качества прошли проверку временем в ходе многочисленных контактов с зарубежными коллегами по цеху, которые также ценят его способности излагать свою позицию четко и умение договариваться. Но не говорю уже о том, что долгие годы Сергей Вадимович полнотворно трудился на самых различных должностях в правительстве Российской Федерации, а в непростых условиях взял на себя и бремя его председательства. Многогранные способности раскрылись уже на посту и на нынешнем посту председателя счетной палаты Российской Федерации. Этот орган вроде бы такой достаточно скучный, бюрократический, но этот орган финансового контроля, которым Сергей Вадимович, напомню, руководитель 2000 года, стал по-настоящему в его руках очень важным приводным ремнем российской государственной машины. Ремнем, который действует на основе принципов законности, объективности, независимости, гласности и, прежде всего, с единственной целью повышения эффективности использования средств федерального бюджета. Сергей Вадимович отличается широким кругом профессиональных и общественных интересов. Среди возглавляемых им объединений Российский книжный союз, Ассоциация юристов России, Ассоциация контрольно-счетных органов России, ну и Попечительский совет футбольного клуба «Динамо», в чем, конечно, я хотел бы особо увидеть его пристрастие к спорту, к футболу, и мы с ним часто наблюдаем за честными поединками между нашими любимыми командами «Динамо» и «Спартаком», но никогда при этом не утрачиваем уважение к сопернику. Наоборот, радуемся успехом друг друга. Ну и выделю, безусловно, то, что с 2007 года Сергей Вадимович возглавляет императорское православное палестинское общество. В этом качестве ему удалось сделать очень многое, прежде всего с точки зрения укрепления российского присутствия, российского влияния на Святой Земле. Деятельность общества сегодня весьма востребована, потому что регион Ближнего Востока вступил в болезненный этап очень серьезной трансформации политических и социально-экономических систем. Россия, которая никогда не осуществляла колониальных захватов и не вела войн в регионе, исторически вносила немалый вклад в поддержание там мира и согласия, помогала гуманитарному и культурному развитию арабских стран. При этом приоритетное значение мы всегда отводили задачи сохранения межконфессионального мира и согласия. Сегодня эта задача более чем актуальна, если не самая актуальная на Ближнем Востоке. И императорское православное палестинское общество активно вносит свой вклад в ее решение. Уверен, что дополнительные усилия мы в ближайшее время также увидим. Сергей Вадимович, безусловно, человек разносторонний, он достиг больших высот в самых различных сферах деятельности, генерал-полковник, государственный советник юстиции, кандидат исторических наук, доктор юридических наук, профессор. Ну и сегодня к этому внушительному списку предлагается добавить звание почетный доктор дипломатической академии МИДа России. По регламенту это звание присваивается, я цитирую, «выдающим соотечественным и зарубежным дипломатам, государственным, политическим и общественным деятелям». Среди лауреатов прошлых лет Евгений Максимович Примаков, Анатолий Федорович Добрынин, Олег Александрович Трояновский, Самуэль Хантингтон, автор известной теории войны цивилизаций, Уга Чавес, Оскар Акаев, Роберт Кочарян. Талант Сергея Вадимовича Степашина, помноженный на энергичность, решительность, на чувство нового, всегда востребован и сегодня, когда мы проводим курс на коренное обновление страны, с тем, чтобы она могла адекватно и эффективно реагировать на непростые вызовы современного мира. Закончу еще одной цитатой. Цитатой из известного знатока о жизни и людей, Анаредо Бальзака, который однажды сказал, в любой области создавать значит гореть, копировать медленно тлеть. Я уверен, что сегодняшняя встреча подтверждение того, что Сергей Вадимович относится к первой категории, к разряду творческих людей, с чем мы его и поздравляем. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Викторович. У нас есть еще желающие выступить. Если я не ошибаюсь, хотел бы выступить заместитель председателя Совета Императорского православного палестинского общества Юрий Алексеевич Грачев. Есть, Юрий Алексеевич, да? Его нет? Ошибся, Владимир Петрович. Значит, ошибся. Если не ошибся. Ошибся, да. Я сам смогу выступить от Императорского общества. Нет, у нас есть еще люди, готовы выступить на эту тему. Вот Олег Герасчев, Пересыпкин. Здесь, да? Один из руководителей. Да. Уважаемый президиум, уважаемый Сергей Вадимович, тут так много было сказано нашим министрам, что добавить что-то нового вряд ли мне получится. Но, тем не менее, я хотел обратить внимание на ту большую работу, которую проводит Сергей Вадимович Степашин именно в рамках Императорского православного палестинского общества. Это общество было создано в 1882 году. И у его истоков стояла императорская семья и конкретно Сергей Александрович Романов, который был генерал-губернатором города Москвы и неоднократно посещал это здание. Это лицей Каткова, известный в истории наших образовательной системы. А как раз Сергей Александрович Романов, он был председателем Попечистского совета этого лицея. Ну, я хочу отметить о том, что в последнее время за те четыре года, что Сергей Вадимович возглавляет наше общество, случилось очень много положительного и хорошего. Был создан музейно-парковый комплекс на территории, которая принадлежала издавна России. И в открытии этого комплекса принимал участие президент России Дмитрий Медведев. В настоящее время в Вифлееме идет строительство культурно-делового центра. Тоже очень важное мероприятие. И планируется создание русской школы на территории Святой Земли. Но, пожалуй, самым большим и таким знаменательным событием это было возвращение Сергеевского подворья. В Сергеевское подворье начал строить Сергей Александрович, Затем у нас его отобрали. Потом подключился Сергей Вадимович и с помощью Сергея Викторовича они таки добились возвращения возвращения Сергеевского подворья Российской Федерации. Поэтому я хочу поздравить всех Сергеев с этим большим событием. И Сергея Вадимовича особенно, потому что как раз именно его усилиями, ну и естественно при поддержке администрации президента и правительства удалось решить эту, в общем-то, трудно решаемую задачу. Особенно в условиях так сказать, израильской ситуации. И последнее, что я хотел сказать. Вот в том самом регламенте или в положении о почетном докторе почетный доктор он имеет право выступить ежегодно перед слушателями и профессорско-преподавательским тем составом тем составом того учреждения, которое как раз присвоило ему почетное звание. Так что, поздравляя Сергея Вадимовича с этим, я хочу надеяться, что все-таки случится, когда он выступит здесь перед нами и расскажет о тех больших проблемах, которые он решает, как в качестве руководителя счетной палаты, очень важного органа в нашей системе власти, так и на своих постах общественной работы, как клуба, футбольного клуба «Динамо», императорского православного палестинского общества, есть еще и книжный союз, по-моему, который он возглавляет. Вот, всего доброго, спасибо вам. Спасибо. А сейчас хотел бы выступить, как я понимаю, от имени ученых, дипломатов, политических деятелей, борцов за права человека Владимир Петрович Лукин. Я-то вообще главным образом от своего собственного имени выступлю, с вашего разрешения. Но я хочу сказать, что событие торжественное, конечно, но я не скрою, что даже в такое торжественное событие надо говорить правду. Поэтому я скажу, что у нас с Сергеем Вадимовичем имеются очень серьезные и крупные разглагласия по важным, по главным вопросам. Оно состоит в том, что я всю жизнь болею за ЦСКА, а он один из главных, так сказать, людей враждебного мне клуба «Динамо». Сергей Вадимович, благословен. Так вот, по-другим, должен сказать, что за наше очень долгое знакомство, я не побоюсь этого слова, дружеское знакомство, по остальным менее значимым вопросам у нас позиции всегда были очень близкими, если не совпадающими. А время было и продолжает оставаться трудным, тяжелым. Должен сказать, что Сергей Вадимович, это человек, который заслужил главное, то, что к нему прислушиваются, прислушиваются люди. И не потому, что у него голос громкий, так сказать, у него тембр такой, громкий, внушительный, а потому, что он говорит зачастую серьезные, важные для общества, для страны вещи. иногда не очень лицеприятные, но всегда чувствуется, что он говорит то, что действительно думает, то, что считает нужным. И его международный опыт сейчас очень богат. Мы с ним встретились, когда он не был так богат, потому что он был председателем комитета по обороне, а я был председателем международного комитета, еще в знаменитом Верховном Совете России. И тогда, конечно, его опыт был небольшой, потому что он просто другими делами занимался, но уже тогда он был значительно выше американских президентов по своей эрудиции, никогда Боливию с Бразилией не путал. Вот, а сейчас он накопил огромный опыт и в палестинском обществе, и просто общаясь со своими коллегами международными, и изучая предмет, и можно сказать, что он является человеком, суждения которых и по международным делам вызывают большой интерес и большое внимание. Поэтому я считаю, что вы сделали хороший выбор, выбрав хорошего человека на правильную позицию, и дай Бог ему здоровья. есть еще желающие выступить? Если нет, я хотел бы попросить, вот может Евгения Максимович выступить в заключении. я считаю, что вполне заслуженно мы решили в отношении Степашина, и даже то, что он сейчас болельщик, это много раз подчеркивали футбола, сейчас, между прочим, не будучи профессором, дипломатом, очень трудно иметь дело с любой командой, потому что там только иностранцы играют. Так что я думаю, что ему сейчас будет больше под силой этим заниматься. А вообще, если по-серьезному говорить, мне довелось быть вместе с ним на заседании Совета безопасности, когда было принято решение о первом вводе войск в Чечню. Я должен сказать, что как раз Сергей Владимир Владимирович не принадлежал к тем, которые подталкивали к этому решению. А больше всех ратовал за это дело представитель Министерства иностранных дел, кстати говоря. Вот. Это показатель тоже очень хороший, в пользу, я считаю. Сергей Владимирович... Только скажите, что это был не я, Евгений Владимирович. Это нет. Вы тогда были в Нью-Йорке, у вас совесть чистая, так? Вот. Но поздравлять сразу или какое-то решение будет, или... А? Решение есть по итогам нашей дискуссии. По итогам, но тогда он облачится в мантию какой-то. Нет, то есть, конечно, то есть, если вы рекомендуете, чтобы вот это решение состоящее, то спасибо. как я... Значит, больше нет желающих выступить. Все выступавшие, как мы слышали, поддержали решение ученого совета дипломатической академии, поэтому я хотел бы сейчас вручить диплом Сергею Владимировичу, надеть мантию на него и потом попросить выступить с докладом. Мы вручаем диплом почетного доктора Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. В дипломе говорится, ученый совет дипломатической академии на своем заседании 28 июня 2011 года постановил за выдающийся вклад в укрепление международных позиций России и развитие отечественной науки присвоить председателю Счетной палаты Российской Федерации, председателю Совета Императорского Православного Палестинского Общества Сергею Владимировичу Степашину звание почетного доктора Дипломатической академии. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Аплодисменты. Евгений Петрович, дорогие товарищи, друзья, коллеги, большое спасибо за такого рода решение. Аплодисменты. 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 по обороне и безопасности Верховного Совета России. И вся эта трансформация внешней политики проходила, собственно, на моих глазах. 90-91 год. Ведь я не буду сейчас считать лекцию о том, почему развалился Советский Союз в столь посвященной аудитории. Но одна из причин этого была невнятная, давайте говорить откровенно, и внешнеполитическая позиция тогдашнего высшего политического руководства. Я не буду называть фамилии президентов, министров иностранных дел тогда, хотя в большей степени, особенно дипломатический корпус, работавший за рубежом нашей страны, имел свою позицию. Позицию, которая подчас противоречила политическим устремлениям ее руководителей. На моих же глазах Владимир Петрович это даже лучше знает, поэтому он взял международный комитет, потом его сослали послом United States. После переписки с Ложеницем его оттуда отозвали. И слава Богу, потому что я с трудом представляю, как бы он руководил посольством и какую бы линию он проводил в США под руководством господина Козырева, был тяжелый период нашей внешнеполитической жизни. Давайте говорить откровенно. Я имею право говорить, не просто когда человек, занимавший в то время определенные государственные посты в моей стране, но и как гражданин Российской Федерации. Когда мы теряли свои позиции, в том числе в Палестине, когда заигрывание со старшим братом, неожиданно ставшим нам старшим братом, в северных американских штатах, привело, по сути дела, к потере политического суверенитета, когда действительно за панибрата могли обращаться и общаться с высшим политическим руководством нашей страны. И не потому, что мне хочется потрофить Евгения Максимовича, мы совершенно не нужно ни сейчас, ни тогда. Я думаю, в этих стенах, и Сергей Лавров со мной согласится, приход Примакова на внешнеполитическое ведомство в корне изменило лицо внешней политики Российской Федерации и того ведомства, которое назвал Министерство иностранных дел. И слава Богу, хотя, наверное, мое обращение к Богу здесь не совсем уместно, и все же очень правильно, скажем так, что курс Евгения Примакова был продолжен последующим Игорем Ивановым, вот теперь Сергеем Викторовичем Лавровым, потому что это курс страны, которая остается с коленей, это курс страны, которая понимает свою самую идентичность, это курс страны, которая заставляет себя уважать, не хамить, совершенно не обязательно бить ботинком по трибуне Генассамблеи ООН, но точно и четко формулирует свою позицию, потому что наличие позиции, это очень важно в любом деле, тем более во внешней политике. И в этой связи мне очень приятно сказать то, что в разных качествах, в которых мне приходилось исполнять обязанности государственного чиновника, будь то Федеральная служба безопасности, Министерство юстиции, ВД, небольшой период после Максимовича, председателя правительства Российской Федерации, я должен отметить, что наша работа, тех ведомств, которыми я руководил с Министерством иностранных дел, была очень важной и нужной. На самом деле, вы, наверное, со мной согласитесь, не обязательно быть кадровым дипломатом для того, чтобы проводить внешнеполитическую позицию своей страны за рубежом. Это можно делать в любом качестве, в качестве любого государственного чиновника, но без взаимодействия, без конкретной работы с МИДом это делать, наверное, и сложно, и по сути своей неправильно. Хотя я вспоминаю период начала 90-х годов, когда, к сожалению, с МИДом не особенно советовались, когда принимались различные внешнеполитические решения, особенно по вопросам оборонного сотрудничества, сокращения стратегических вооружений, вывода наших войск. Все это делалось, так сказать, волей нескольких человек, и позиция МИДа подчас не принималась и не выслушивалась. В данной ситуации сегодня можно говорить о том, что мы имеем действительно внешнюю политику страны, адекватную и внешним, и внутренним вызовом. И в этой связи, завершая первую часть своего выступления, мне очень приятно получать сей диплом, потому что он мне вручается профессиональным сообществом людей, которые любят и знают свою страну, и которые являются ее патриотами. Я не боюсь сказать это немножко под забытое сегодня слово. Кто его эксплуатирует, подчас это делает в таких спекулятивных аспектах. Второй момент, о котором я хотел бы коротко сказать, это прозвучало уже в моем представлении, представление меня сегодня на присвоение доктора, почетного доктора. Это работа в счетной палате. Она заключается не только в контрольно-ревизионной, аналитической деятельности, в разработке концепции аудита эффективности, стратегического аудита. Ну и вы знаете, может быть несколько незаметной, хотя Сергей Викторович многие шифровки мои читает, потому что они ему обязательно попадают после того, как идет разметка. Так, Сергей Викторович, не одна. Так вот, эта незаметная организация, которая является счетной палатой Российской Федерации, опять так же незаметно, может быть, внешне, проводит, на мой взгляд, неплохую работу с точки зрения, как это принято сейчас говорить, и позиционирования нашей страны в плане существования цивилизованного европейского уровня финансового контроля, и с точки зрения работы, если можно сказать, и в конкретных странах, и регионах. Председатель счетной палаты в течение трех лет являлся руководителем Евросаи. Это организация, объединяющая все высшие органы финансового контроля Европы, несмотря на то, что счетной палате всего 15 лет. Такое право нам было доверено. А это отношение и к счетной палате России в меньшей степени, наверное, в большей степени от уважения к нашей стране. И я именно так это расцениваю. Во-вторых, с 2007 года я являюсь членом управляющего совета ИнТОСА. ИнТОСА – это 186 стран, которые объединяют все высшие органы финансового контроля. 186 стран. От Европы только два члена управляющего совета – это Россия и Великобритания, Англия. Это тоже отношение к нашей стране. И в этом качестве удается, особенно на международных симпозиумах, саммитов, говорить о нашей стране то, что есть на самом деле, показывая то, что мы сегодня, по крайней мере, добиваемся с точки зрения прозрачности бюджетных процессов, строительства новой экономики и так далее. То есть, если упрощать, позволю себе в этой аудитории, попуасами в этой части деятельности моей страны на международной арене России не выглядит. Не выглядит. Даже больше скажу, когда 6 лет назад мы предприняли эксперимент и пригласили Главное контрольное управление Великобритании оценить работу счетной платы России, это был прецедент. Еще ни разу, наверное, ни один крупный государственный институт в моей стране не подвергался такому аудиту другой организации, подобной ему. Англичане работали у нас полгода и признали, причем это был официальный документ, признали, что Российская счетная палата является соответствующим принципом Лимско-Мексиканских деклараций и европейским и международным стандартом. Я вот хотел бы вам об этом сегодня доложить и проинформировать. Я думаю, что это немаловажно с точки зрения поддержки авторитета моей страны. Кроме того, у нас существует очень интересная международная практика. У меня подписано соглашение с 65-ю высшими органами финансового контроля большинства стран мира, с европейскими практически со всеми. За 11 лет, которые я возглавляю счетную палату, мы провели порядка 40 совместных параллельных контрольных мероприятий, в том числе со счетными палатами Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Англии, со всеми прибалтийскими государствами, с Арменией, с Грузией в тот период. И даже сегодня у нас неплохие отношения с Грузинской счетной палатой, потому что, может быть, это единственный сегодня институт, с которым Россия может разговаривать с учетом сложившейся ситуации. Безусловно, все это дает возможность такому хорошему, серьезному проникновению нас, я имею в виду Российской Федерации, достаточно закрытую, если брать другие институты власти, тему, связанную с деятельностью тех или иных стран, вопросов о формировании бюджета и иных аспектов, вот когда мы проводим подобного рода параллельные контрольные мероприятия. И еще об одном хотел бы сказать, говоря о деятельности счетной палаты в этой связи, и здесь я очень рассчитываю на... И, во-первых, хочу поблагодарить Сергея Викторовича. Спартак проиграет Динамо в очередной раз. Точно говорю. Вот, я хочу, во-первых, поблагодарить Сергея Викторовича. Во-вторых, здесь сказать о том, что в ноябре на Генеральной Ассамблее ООН будет принято решение о признании Лимской и Мексиканских деклараций, а это декларации, которые определяют принципы деятельности высших органов финансового контроля как документом международного права. Что означает после определенных процедур то, что законодательство счетной палаты, законодательство о финансовом контроле в Российской Федерации в соответствии с нашей Конституцией должно быть приведено к этим нормам международного права. И таким образом мы выходим на совершенно иную орбиту позиционирования высших органов финансового контроля и в моей стране в том числе. Мы активно работаем с СНГ. Десять лет назад по инициативе счетной палаты России было создано Содружество высших органов финансового контроля СНГ. И несмотря на то, что Прибалтика не входит у нас давно уже в СНГ и вышла оттуда Грузия, когда мы проводим подобного рода международные саммиты и семинары, они к нам приезжают. И к нам, и в другие страны, и мы работаем. Это хороший мостик. Это хороший мостик. Я другой пример могу привести. У нас и сейчас не очень простые отношения, а были еще более сложные с Великобританией. Так вот, в 2008 году мы с английскими коллегами-приверителями МОЗ обсуждали вопросы, связанные с борьбой коррупции и правительства преступности. В это время, вы помните, из-за определенных дел, так называемых, у нас практически прервались внешнеполитические контакты с этой страной. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, завершая свое выступление, это, конечно, работа Палестинского православного общества. О нем сегодня было очень много сказано. Я благодарю всех моих товарищей по этому обществу, которые прибыли сегодня и присутствуя здесь. Действительно, мы сделали несколько серьезных шагов по возвращению наших земель. Мы вновь возвращаемся на русскую Палестину. Я приведу только один пример. В царской России, когда общество возглавлял великий князь Сергей Александрович, бывший губернатор, генерал-губернатор Москвы, Россия, причем это были небюджетные деньги, построила в Палестине сто русских школ. Сто русских школ. Сегодня нет ни одной русской школы в Палестине. Ни одной. Мы только сейчас начинаем строить. Это один пример. Мы к юбилею нашего общества в следующем году закачиваем строительство в Ефриеме недалеко от Еслей, где родился Иисус Христос, первого русского культурного центра в Палестине. Я думаю, сегодня это особенно важно с учетом процесса, который сдвинулся с мертвой точки по признанию независимости палестинского государства и, наконец-то, выполнение резолюции Совета безопасности ООН. Сегодня, как раз в преддверии моего выступления, мы с моим старым коллегой еще по работе в правительстве Фариду Мухаммедшину подписали соглашение о сотрудничестве и ППО и его агентства и договорились о том, что использование, эксплуатация и работа, точнее, будет так сказано, центра культурного в Ефриеме будет нашим совместным делом. Это будет флаг моей страны, это будет флаг Российской Федерации. И когда я неоднократно встречался и говорил на эту тему с Махудом Абасом, он именно об этом просил. После августа встречи моей с президентом страны, я был благодарен за позицию Сергея Викторовича, она была, как и во всех других вопросах, кроме футбольного, очень четко и правильный, о том, чтобы были выделены бюджетные средства. Именно за бюджетные средства России была построена русская школа, она будет, земля уже выделена, она будет построена, мы радуемся в течение года также в Ефриеме. То есть, мы возвращаемся, возвращаемся не с мечом и не с оружием, хотя и этим иногда надо помогать нашим братьям, особенно с учетом того, что сейчас происходит в Северной Африке, мы возвращаемся с гуманитарными программами, мы возвращаемся с культурой, с русским языком. И это чрезвычайно важно сегодня. И это одна из тех задач, которые сегодня решает императорское палестинское православное общество, которое активно работает сегодня и не только в Российской Федерации, созданы его филиалы уже в ряде, и в том числе зарубежных стран, в частности, и в Израиле, и в Палестине, и в Болгарии. И мы эту линию будем продолжать дальше. И сразу хочу, уважаемые коллеги, вам заметить, что всю эту работу мы, естественно, ведем рука об руку с министром, с Министерством иностранных дел. Мне, конечно, очень приятно, что было сказано обо мне. Вот, я понимаю, что это такой не то, что аванс. Вообще, в двух случаях обычно такие слова говорят, либо на дне рождения, либо на похоронах, а здесь ни того, ни другого не произошло, поэтому вдвойне приятно. Спасибо вам. Спасибо большое, Сергей Вадимович, за очень интересную и важную для нас речь. Программа нашей встречи сегодня исчерпана. Хочу поблагодарить всех, нашего министра Сергея Викторовича, Сергея Вадимовича, Евгения Максимовича, всех присутствующих, за то, что мы сегодня все здесь собрались и всего всем наилучшего. Спасибо. Спасибо.